Оставаться в европейском клубе или выходить из него. Шотландцы вместе со всем соединенным королевством готовятся к референдуму 23 июня, на котором будет обсуждаться так называемый Brexit. Перспектива выхода Великобритании из состава Евросоюза. Англия, Уэльс, Шотландия, которые вместе образуют Великобританию и Северная Ирландия, сообща решат, сохранять им или нет членский билет в ЕС. До сих пор в рамках всего королевства силы еврооптимистов и евроскептиков были примерно одинаковы. Однако решающий раунд еще впереди. Жители Соединенного Королевства борются всерьез. Ситуация меняется ежедневно. В решающий ежедень референдума Шотландия может очень существенно повлиять на итоги голосования. Опросы показывают, за сохранение членства в ЕС на референдуме готовы высказаться от 60 до 75 процентов шотландцев. Эта исполнительница местной фольклорной группы поясняет почему. Я лично убеждена, что Шотландии не следует выходить из ЕС. Большинство англичан поддерживают консерваторов. И вот они-то за Брексит. Если в целом по Соединенному Королевству большинство проголосует за разрыв с ЕС, то, думаю, Шотландия будет очень недовольна и может в свою очередь выйти из состава королевства. Мы тем временем едем в шотландский Макдав, небольшой портовый город, переживающий сегодня настоящий упадок. Большинство местных рыбаков недовольны европейским центром и промысловой политикой. Ремесло теряет популярность среди молодых, которые охотно уезжают из родного города в поисках работы и перспектив. Однако местные политики в большей степени винят в случившемся не Брюсселе, а Лондон, который, по их мнению, тормозит европейские региональные программы. Влияние Европы на жизнь нашего города совершенно конкретное и осязаемое. Видите судостроительную мастерскую за моей спиной? Так вот, она частично построена на деньги ЕС. Если Великобритания проголосует за выход из Евросоюза, у нас этой помощи не будет. Города, такие как Макдав, будут постепенно нищать и приходить в упадок, вместо того, чтобы вставать на ноги. У местной общины есть мечта – вдохнуть новую жизнь в порт, модернизировать инфраструктуру, создать рабочие места. Люди сомневаются, что получат из Лондона необходимые миллионы. Евросоюз же вполне может помочь. Считаю, что жители Шотландии по-настоящему разозлятся, если их выдернут из Евросоюза за кампанию с Соединенным Королевством против их воли. Если это случится, стоит ждать активизации разговоров о том, какое место Шотландия занимает в королевстве и нужно ли ей это. Хайленд – самая крупная из 32 областей Шотландии, знаменитая своими пейзажами и качественным виски. Семейная история Джона Харми Макдона тесно связана с историей виски. Его предки начали производить крепкий напиток в 1770-м. Сам Джон не только унаследовал фамильные секреты, но и отработал схему сбыта виски за годы работы в Китае. После десятилетий жизни на Чужбине он вернулся в Шотландию. У нас очень серьезный бизнес. Где-то процентов 80 наших продаж идут в Китай и на Тайвань. Растет и наше присутствие в Европе, в Северной Америке. Как видите, у нас большие перспективы. Мир – это наш потенциальный рынок, а Европейский Союз – очень важная часть современного мира. Благодаря соглашениям о свободной торговле, которые Евросоюз заключил с рядом стран, ориентированные на экспорт компаний легче сбывают свою продукцию. Это подчеркивает наш собеседник Дэвид Фрост, бывший дипломат, а ныне – глава Шотландской ассоциации виски. Около 40% нашего экспорта оседает в Европе. Если мы выйдем из ЕС, былой простоты в торговле не будет. На нашем пути появятся административные барьеры. Брексит будет означать потерю преимуществ от соглашения о свободной торговле, которые ЕС подписал в интересах всех стран-членов. В этом случае Великобритании придется вновь садиться за стол переговоров, добиваться заключения новых договоренностей. Разумеется, на это уйдет время. Наша задача быть частью максимально обширного рыночного пространства с минимальным количеством барьеров. Глазго – город, в котором нужно аккуратно выбирать районы. В некоторых, перенаселенных еще с 19 века, небезопасно. До недавнего времени таким был район Горболс, в котором люди жили в депрессивных многоэтажных кварталах. Им пытались найти замену в 80-х-90-х, но дело не было доведено до конца. Сегодня местные власти полны решимости покончить с уродливой архитектурой. Буквально на днях была снесена 24-этажная жилая башня. В Глазго берут на вооружение новую концепцию социального жилья. Невысокие дома, ухоженные территории, площадки для игр, безопасность и комфорт. Катрин и Майкл – старожилы района Горболс. Они приглашают нас к себе и рассказывают, как здесь обстояли дела раньше. Невозможно запихнуть 200 семей в один дом. А так и было, и дети росли скучно в своеобразном контексте. Здесь в ходу были и наркотики, и алкоголь, драки, группировки. Очень легко было поддаться такому влиянию. Сегодня мы видим положительные сдвиги. Европейский союз финансирует перестройку этого района. Что тут скажешь? Дело хорошее. Катрин из смешанной семьи. В ее роду есть бельгийцы, немцы, французы и ирландцы. Она же считает себя шотландкой. Что эта женщина думает о большой Европе? Мы чувствуем себя шотландцами, так как родились в Шотландии. И еще мы европейцы. Конечно, гордимся этим. Я думаю, Соединенное Королевство сглупит, если выйдет таки из ЕС. Мы поговорили со многими шотландцами. Большинство воспринимают Европу как гарант солидарности, справедливого распределения благ. Недавно Европейский инвестиционный банк объявил, что выдаст миллион фунтов стерлингов на развитие социального жилья в Великобритании. На эти деньги можно построить 200 тысяч новых домов. Для нас помощь Европейского инвестиционного банка является очень важной. Мы платим по льготным кредитным ставкам. Мы столько сэкономили. И да, мы видим очевидную связь между желанием Европы поддерживать беднейших и нашими проектами здесь, в Глазго. Надеемся, что наш диалог с Европой продлится и в будущем. Иначе где нам брать финансирование для реализации проектов в интересах социально незащищенных? Где? Наблюдатели отмечают именно дисциплинированность шотландских избирателей в день голосования может остановить Брексит. Шотландцы известны своей любовью к традициям, силой и спокойствием. Им по плечу, казалось бы, неразрешимая задача. Знакомьтесь, самый сильный человек в Шотландии. Кстати, по национальности он поляк. Ну и что? Субтитры сделал DimaTorzok